так мы в эфире мы будем экспериментарном эфире это сделано для того чтобы мы просто записали то зачем мы собрались то что мы будем обсуждать но поскольку мы не привыкли быть в эфирах то сделали все возможным для того чтобы зрители нас понаблюдали и имели возможность свои комментарии оставлять но мы на них обращать внимание совсем не будем просто пусть они поподглядывают это вот такое первое заседание нашего клуба для того чтобы больше привыкли и никак не думали что для нас это важно вот чего я всех позвал особенно на борисовича потому что он вообще в недоумении самого начала и крупных планов еще не будет я могу сразу сказать что можно было не обращать внимание на это итак дэн борисович геневский у нас андрей алфоров у нас всеволод зеленин и олег хомяк да и мы собрались проговорить последствия наших двух эфиров первый эфир это был олег хомяк и дэн геневский про там где они меня рассказали удивительные вещи про системные расстановки которых я не знал для меня доказала что это похоже на экзорцизм так это и есть экзорцизм олег сказал что технология абсолютно понятная известная скажем так признанная научным миром дэн борисович подтвердил чего он не помнит это уже говорит я и подтверждал но подтвердил и а по результатам этого мы сделали эфир с андреем алфоровым и он рассказал всякие интересные способы применения этого в кино как он видит ведь мы когда-то хотели спровоцировать нашу аудиторию на создание кино и самих себя то есть аудиторию на поддержку кино а самих себя на его производство но я такого вообще практического смысла не не понимал а зачем может быть а вот после наших эфиров понял что смысл есть но потом чрезвычайно интересно мы проговорили это все со всеволодом зелениным который сказал что так я-то в общем-то знаю про системные расстановки если не все то почти все я их сюда и привез учился в берта херингера там 10 лет посчастливый в начале 2000-х годов и пообщаться с экспертом и со всей притусовкой на самом деле который занимался системными остановками но мне гораздо интереснее стало что дальше потому что в этот момент как раз берд начал свое путешествие в такие совсем волшебные сферы по итогам чего его из этих системных остановок просто постарались убрать потому что там было уже как даже по их нему слишком вот и мне системная работа именно системная терапия системный консалтинг системная работа я занимаюсь и то чем я занимаюсь собственно мифа дизайне как создать эту всю систему которая едино они противоречат сама себе или сама с собой ссориться или сама с собой в шизофрении когда сама себя отрицает вот и планируя этот эфир когда я вовлекал все влада зеленина в этот эфир он сказал что это вообще самый важный эфир его жизни дизайна для меня это про прям ужасные такие оценки они обязывают к большой ответственности прямо сейчас в эту секунду не поломать зеленина здесь он не ломает по сути я тогда готовился чисто сейчас поговорим про кино там как вообще можно там это все сделать вот а вселот говорит я этого момента ждал пока кто-то вообще осмелится что-то такое сделать нашей стране потому что это делали россияне это делали казахи при его участии это делали молдаване даже как бы а в украине где могли бы давно этим заняться где есть необходимость это сделать прямо жизненная необходимость связанная с экзистенциальным вызовом начинающим звучит по-другому это делали в казахстане в молдавии и даже в украине вспомнили об этом все поменялось анекдоты советские уже другой смыслами странным образом же все волод в казахстане принимал участие и запроги по слову даже таня не стесняйся пожалуйста все равно от камеры не скроешься так или иначе от крупных планов нет поэтому вопросу я же советские анекдоты были там смеялись там про молдаван например сейчас я думаю что чукчи еще были помните сейчас будут смеяться ты что-то смеяться ты что-то смеяться знаешь тоже смеяться уже поздно пить боржомик что называется смеяться поздно хотя придется смеяться наверное в любом случае потому что если мы решим создать что-то где там снова про слезы будут депрессию и и горе то вряд ли мы достигнем цели у меня первый вопрос вообще как вы видите скажем начало организации такого кино внутрь которого можно было бы зашить то что поменяет способно было бы попытаться поменять страну вот так бы сформировали ты ему прямо сказали кино сразу с кино а я думаю да потому что мы Талферова позвали только потому что кино он будет специалист по массовой мероприятии национального масштаба ну в первую очередь про кино ну ну потому что да огромная мобилизующая сила у этого она перестала быть медиумом таким крупным вокруг него нету больше культа собственно нету культа вокруг футбола это стало нишевые вещи но тем не менее у кино огромная мобилизующая сила и даже не случайно не случайно ленин так говорил про кино потому что в тотально безграмотной стране способ донесения информации через экран был самым эффективным не было же фейсбуков ничего через это доносили а в америке почему кино стало искусством она же его во франции родили но сами французы в него не верили это считалось что это второразрядная нормальная интеллектуал француз он пойдет в комедии францис вот они на бульвар капуцинок в гранд-кафе смотреть какую-то чепуху как рабочие выходят с фабрики люмьер вот а американцы это все приняли что называется да потому что как бы страна состоящая из эмигрантов ну приехал какой-то голландец или поляк или там украинец до эмигранта чтобы что он пойдет на бродвей смотреть он языка не знаю не мой кино в самый универсальный способ ты бросил копеечку и вот чтобы не оскотиниться совсем целый день же тяжело работаешь идешь в кино и смотришь великую иллюзию и так это все и доносилось потом моделировались какие-то какие-то пространство и так как мне кажется америка и создала себя как раз через через кино и свой главный город собственно нью-йорк был создан сначала в кино фильме фрица ланга метрополиса потом реальный манхэттен как стержень нью-йорка и ролевая модель всех сетей в мире как бы выстраиваться через через год будущего давайте все ладу сразу дадим и давайте ящу буквально секундочку формат бринсторн переливаем дэн борисович может нам рассказать кстати говоря про своего прекрасного родственника который тут среди прочим отродился тут питание не дякую не про родичих а тут питание нам надо глибшей и ширше на это треба дивитись это же так вы сказали я спадкоемец святого духа если серьезно если серьезно ялта одесса гражданская война так у нас нехто в края не не разумеет за винятком можливо присутник тут что в период цей катастрофы яка спиткала російську империю відповідно певденно-захидную частину коммуникации украина было снято больше трехсот документов мы установили мои коллеги больше трехсот геровых и документальных фильмов до двадцатого года Ханжонков Александр и компания вам как фаховцев это известно вам как споживачам кинопродукции и вообще просто свеченым людям известно чем полностью что после гражданской войны все люди переместились сначала в Европу а потом в Калифорнию и мы можем говорить с великой долей ю великой долей ю гордости за то что Голливуд это породжение украинской значной мировой не мы Голливуд это породжение в Радянскому союзе задних не посли великий кинематист всех частей и народов товарищ Сталин вкурив это миттево он же заштовхнулся как вся его доблестная партия сарказм с какой проблемой администрирование этой территории как как вы, коллеги, знаете спочатку начали выгадывать 90% не письменное население через литературу большевистскую это расстреляно от родителей и это не работает что показала встреч товарища Сталина и Кагановича 12 лютого 1928 с украинскими письменниками товарищ Сталин им рассказал что такое литература как надо правильно писать и спросил их что партия может для вас, шановне сделать они сказали заборонить Булгакова это была вимога я не жартую это просто збереглася стенограма и так далее и тому подобное начали заборонить депортацию основных фильмов перевернуть систему то есть все это отребье отребье оно стало свинарка и пастух свинарка и пастух все фильмы Александрова про это я хотел сказать отребье человеческое было поставлено как идеал социального там или людского отребье да давайте посмотрим так все вы не ждетесь вырвайте слова я просто хотел сказать что Александрову компартию было просто тупо поставлено завдание сформировать архетип радянского человека чека в первую очередь и они працювали чтобы вы понимали в паре экспериментальной базой для этого был Макаренко чтобы вы знали он працював под чека ему поставили завдание как сформировать отребье которое у нас было под Харковом и потом это показать и масштабировать показать как действительно эту кухарку можно перетворить на гегемон и все эти фильмы я просто специально дослежу это вопрос в моих книжках я пишу и так далее какое завдание решила радянская влада им нужно было створить новый тип люди и они его творили за допомогу кинематографов ну и конечно за допомогу репрессий что сейчас происходит в стране я извиняюсь извиняюсь только додать кинематограф они хотели изменить биологичную сущность люди Сухумский это мавпечник богданов ленинский дружок он же на себе ставил эти эксперименты и он от этого загинул они вводили мавпечу кров в людину да вы не знали это изменить не только биологичную суть людей один из элементов политики продолжилась до 91 до 95 Те саме зробили киргизы, те саме зробили туркмени и так далее. То есть берется какой-то очень сильный эпос и перетворяется так, чтобы он был, ну, как бы, воспринимался его сучасным вариантом. Казахи борются за свое существование, боролись с джунгарами, они должны быть уничтожены в целом. Но методика, которую они запросили, американские большие деньги, значит, российского режиссера, батька Сергея Бодрова, Сергей Бодров старший, количный радянский сценарист, он стоял за этим, створенем этого мира. Да, и, но ему стали четкие идеологические установки, как это должно быть, что оно должно быть, и я бы смотрел, как это произошло, когда Качевника транслировали в казахских кинотеатрах, казахи вставали, кричали, плакали. Там было просто что-то неимоверное, просто нация формировалася, сплавлялася прямо в этот момент. Что-то створили таке, что для них принимается так, что у них мурахи бежать, что они, ну, они, ну, все на этом все, да. И другая складова, это они, вот, как вы говорите, там про Максима, да, они створили тоже так эпичный такий цикл фильмов, ну, звичайно, это на авторитарной основе, но они взяли биографию первого президента Назарбаева и его молодость и так далее, и на ней нанизали историю Украины. З усіма цими протиречьями, что там происходило, Радянщина и так далее, они показали, как он сам менялся, ну, они створили. И очень хороший продукт, который показали на прикладе окремой людини, ну, первой человек, это очень важно, как все эти протиречья могут объединяться. И Радянщина может быть, и национальный фактор, и это, и это, и это, и это. Они на нем объединяли, створили цикл фильмов. Очень высокая качественно, там нема никакого такого Раболепеша, Надзарбаева и кто-то так, но оно очень грамотно сделано, можете посмотреть. Нам надо обязательно брать какого-то президента, больше, что у нас нема такого идеалопохладства, да, то есть у нас нема такого, что мы перед ким-то там вставали, но показать человеку, которая прошла через все это, возможно, родину, как у САГОафросайтах сделать, показать там какую-то родину, которая прошла через это все, у нас никто до сих не створил. Да, это правда. Где все могли, я просто вам даю конкретный сценарий, где все там, с одного боку, были какие-то белые тут, червоные, тут такие, тут такие, тут бандеры, все-таки, и они все могли пройти через это все, и соединяться в этом системной расстановке. Тут интересный момент, то, что рассказываешь, у нас же обычно так вот через жертвы идет, вот о чем ты видишь, сейчас сообразил, я сегодня пост писал там, ну, когда в сюжете, фильм или книга, или текст, показываешь все нюансы и тяжелые, и хорошие, вот, например, украинизация, да, то есть она была при Детьмане, там, Скорпадском, две украинизации в Советском Союзе, и когда это все показано, оно выбивает, вот эти все разнообразия, да, оно выбивает опору на что-то одно, а в результате там появляется некоторая, типа, не существует, ну, как бы, неявная фигура украинская, которая проходит через это, то есть, когда ты показываешь все противоречия, ты, получается, когда смотришь, тот, кто смотрит, он не может ни на что опереться на одно, потому что оно все противоречит друг другу, но это все, тут же формирует идея, вот эта Украина через это становится, а когда пытаешься опереться на Петлюру или на Скорпадского или на Махно или на Щорса там или еще на кого-то, то получается крен, а нам, получается, надо было показать и Щорса, и Ковпака туда добавить все. Да, да, да. И они где-то с фоном этой истории могут быть. И вопрос в другом. Хеллингер как раз говорил про чистую совесть. Да, чистая совесть. Это когда мы берем и стоим только на биг одних, а все другие неправильные, все их нужно знищивать. Да. И тогда мы постоянно кого-то марганализируем, постоянно створим конфликт. Если мы 30 лет шукаем национальную идею, а нам нужно шукать национальную дискуссию. То есть про что наша драматургия, про что наша, например, семья. Это не какая-то идея, это дискурс, который в ней ведется. Про что мы говорим, так, как мы отвечаем на ключевые питания один у одного. У нас семейный твёрг главный, это кайдышева семья. А у нас конфликтная. И нам нужно... И это визначило модель суспильства, все против всех. А вы, будь ласка, створите новую. Вот мы тут собралися для другого. Вона відобразила, вона відобразила. Кайдышева семья відобразила цей конфликт. Украинская литература, много творов было. Кайдышеву семью взяли и как идеологический конструкт, взяли и выяснили центр. У нас есть инеида. Не совсем так. Не совсем так. А последняя реплика, какая? Груша всохла и семьи замирились. Это означает, что для того, чтобы они замирились, мая всохнутая. Украина. Ну да. Дуже символично. Дуже символично. Что-то спиль не было. Фактично услышался спиль не было. Нет, нет. Деют речь как раз о том, что когда всё умрёт и будет горе. Вот на этом горе все, как бы, оплакивать его будут и смиряться. Что 20 человек уже показало. А, в этом смысле да. Так, а до всего, что это, чернобыльская трагедия, хиба она не промырла, она же перетворилась из техно-зяной катастрофы на культурный феномен. Да. Правда. И сериал сняли хорошие места. Я не могу перебиваться. Перебивайте. Я просто говорю, что там ещё два. Да. Там вот, значит, эпос. Второе. Это вот какой-то герой, через которого всё это проводится, да, это всё соединяется. Дальше. Интеграционные ключевые моменты. Вот, например, их сделали эстонцы очень хорошо. Могу даже прислать фильм. Я работал с эстонцами по этому поводу. Значит, когда они говорят, у них же вот эта война, когда они реально победили Советский Союз. Ну, там, когда РСФСР, да, у них была война, и они там победили. И там прям такие эпизоды, когда русскоязычного вытаскивает эстонец там. Он говорит, так я же русский. Он говорит, ты не русский. Ты наш. Русские там. Советские там. Да. Мы вместе. На одной стороне. Казахи это делают. Я могу прислать огромное количество видео, где они показывают, как казахи во время Второй мировой войны вытаскивали россиян. Они сделали из этих своих панфиловцев, которые, по идее, там, или кто-то там защитил Москву. Они просто берут какой-то ключевой момент и показывают, что он вот так вот соединяет. Что мы защитили Москву. Мы сделали то, мы сделали то. Это третий. И четвертый, когда создаются прям буквально проекты национальной культуры, которые показывают ее многообразие. У них, например, есть храм всех религий, куда раз, по-моему, два или три года собираются лидеры всех мировых религий и благословляют Казахстан на какое-то дело. То есть какое-то ритуальное действие, где они все вместе, где они все могут быть по-разному, представители разных культур. Вот как советские, помните, они делали этот мифодизайн, когда они собирали все 15 республик, они показывали свою самобытность. И есть возможность там, и есть там место и для русских. Я подумал, представляешь, если был такой храм у нас, и все представители всех религий приезжают, и в том числе, естественно, приглашение для московского патриарха. Ты понимаешь. Это просто, если они участвуют, они участвуют в благословении Украины, если они не участвуют, они убивают себя сразу. Не надо никуда этой хрень не устраивать, которую сейчас делают. А мы не можем одну церковь для себя сделать, понимаешь, да, они делают вот такие мероприятия, я привожу на примере того, как это делается. Ну и есть другой способ, это, например, как Папа Римский, Иоанн Павел II, когда он покаялся за инквизицию, вот это как раз опять по Хеллингеру, когда мы впускаем жертву внутрь своей системы, мы каемся, мы говорим. Или немцы, которые там, не помню, кто из них из канцлеров приехал в Польшу, встал на колени и попросил. Да, Вилебранд, Ваушвиц. Ваушвиц, да. Вот такие ритуальные действия, которые потом превращаются в культурный такой код, они соединяют, они примеряют нацию как таковую, дают ей возможность принять то, что у нее было со всех сторон. Они закрывают эту дискуссию, они закрывают это все, да, и это было, и это было, все были, и вот они были вот такими, вот мы это все приняли, можем двигаться дальше. Если мы принимаем только кого-то одного, второго мы игнорируем, у нас постоянно выникает это «Але». «Але ж были вот эти, але ж были вот эти, вы про них мовчите, поэтому мы про них маємо говорить». Когда есть кто-то выгнанный по Хеллингеру, да, он будет визначать долю. Это просто в остановках там три закона всего, все три закона. И один из них, ну как бы нельзя никого исключать. Если ты исключаешь кого-то из рода, из семьи, то это значит, эта фигура, условно говоря, воплощается в тех или иных сценариях у потомков до тех пор, пока не будет признана. Включена. Да. Нет, вызнаты. Вызнаты. Признана и включена. И в этом смысле пример, который может быть там на наших украинских примерах, может он не так ясно будет. Это вот, например, немца, который принимает своих родителей или предков, которые служили в вермахте, нацистской партии и так далее. Принимая в том числе, это мои предки. Да, они вот так быть. Я не несу за них ответственность, благодаря им я живу и благодаря в том числе тех, благодаря жизням тех, кого они убили. Потому что жертвы моих предков являются тоже частью моего рода. В этом смысле поляки, жертвы польской резни являются частью рода, для украинского. Так же, как и евреи, которые были уничтожены и так далее. Это законы системных расстановок, которые научным сообществом, официальным сообществом. Смотри, тут на самом деле расстановки признаны просто как часть семейной терапии, системной терапии. Не просто внутри этого всего. И Грегори Бейтса на работе и так далее. То есть это просто как часть. Но ключевой постулат Берта Хеллингера, тот, кто против нас, нуждается в нас. Он потому на нас и нападает. Он не будет, он часть нашей системы. Ты говоришь про поляков, а я хочу говорить еще про россиян. Они на нас будут нападать до тех пор, пока мы их не включим, как фактор. Я бы тут поспоречался. Давайте. Не поспоречался, я бы дискуссию. Вони вважают себя неповноценными без нас. Вот что у нас на этом думают люди. Вони свою неповноценность фактично предъявили, что без нас вони никто. А далее начинается вот это слово. Как вы его называете? Мифо-дизайн. Мифо-дизайн. Это гуманистическое позитивное обладание. Да. А тут анти... Анти... Треба, будь ласка, так прям... Промоверное покрытие науки. Я вважаю, что это очень важливо. Что сделать? Чтобы он написал этот термин, потому что я его не забыл. Мифо-дизайн. А вы потом переградите эфир. И это в такой... Это же дивитесь треба. Тут сидит жива людина и не пишет. И что я хотел сказать... Да. И через знищение нас, вони хочут продовжить своё життя. И тому одна из найбільш для меня авторитетных науковиц, да, если можно так сказать, думаю, Лена Стяжкина, но маю проверить, что Россия это мёртвое небытие. Вот так вот. Вот давайте. Вот давайте. Мёртвое небытие. Дикость через смерть люди. Реально это зомбики какие-то, да? Вони мають вбити живое, чтобы продолжать своё небытие. Вот что мы хотим. Если я вас сейчас подхоплю, будет взагалі гаплик, но меньше с тем. Давайте так. Мы забываем еще про одну частину, мы ее постаново витисняемо. Звідки взялся цей экзистенциейный жах росіян перед Заходом? И перед нами. Звичайно, перед нами. Питание в чом? 200 лет, они сами в своей историографии это признают, была так звана славянская колонизация этих земель. Вона была. Мы побудовали эти места Ярославль, Володимир, Суздаль. Это киевские князья. Это, надо сказать, российские. То есть, подумаешь, украинские. Нет, мы побудовали эти места, ну, российские, на нынешней территории России. Мы побудовали их, когда приезжали эти киевские дружины, захопливали там эти места. Это, визнано уже давным-давно, что там было угорофинское население, то есть, там была другая культура. И она была слабшой на тот момент. Їх захопливали. 200 лет их захопливали. Колонизировали, перетворювали их культуру, строили свои храми на их местах. Будовали места, строили фортеции. Скорее всего, там были какие-то варианты, которые очень важные для них. Они потеряли свою мову. Они почти потеряли свою культуру. То есть, они бы заговорили по-русски. Язиком Руси. Но если бы они были угорофини, скорее всего, там была мова. И у нас сейчас есть, там, эти меря. Да, меря, что-то осталось. Но это была навала захода. На людей, которые жили своей культурой. И вот эта культура была очень связана с санатарпофагией. Там была людежеста. Это доведено. И вот это культ смертей, культ страждания. Он остался в России. Вся литература – это просто страждание. И через страждание, чувство жизни. Это в них всегда было. Это их властивость. И вот, если мы говорим про то, что сейчас происходит, они выступали на тот момент жертвами. Хочем мы это, или нет. Они были жертвами навали. Да, они потом стали еще жертвами навали з іншого боку, когда пришли ци тюрки. Да, когда пришли там все эти, что мы называем игом, на самом деле там никакого ига не было. Это просто... Инша государственность до них пришла. Они двичи. В своей истории 400 лет. Сначала 200 лет славянской навали, потом 200 лет еще тюркской навали. И они были все это в себе всмокотывать, впитывать, для того, чтобы вижить взагалее в таком. И после этого они створили такой очень интересный антропотип, который способен очень быстро асимулировать. Именно на это Петро I европейскую асимуляцию призвали ему, фактически, сделать еще одну колонизацию. Давайте будем честными. Россию управляли иноземцы, которые были пригласены из Европы. Фаховцы, шляхты... Украинцы, Лифлянцы, Нинцы, Французы и так далее. Голландцы, великий русский мореплавитель Витус Беринг, там все эти... Ну и так далее. Там можно просто смотреть фамилии и все. И в них вот это всмоктывание, адаптация до себя, потому что они остались и за Радянщиной, потому что Радянский Союз это что такое? Это взята концепция чужая, на втиление, да, европейская. И постоянно... Что, брат, мы постоянно сейчас скажем... Радянский Союз это европейская концепция. А яка? Комунизм. Комунизм, кто его виноват. Карл Марс. Карл Марс. Вони постепенно готовы. Мы сейчас это выкрываем, мы говорим, ось, они взяли это, они там взяли техничные засоби, они просто змовповали, что-то так далее. То это их властивость тысячи лет. И нам не нужно смеяться, это их властивость, сила, они берут на у вас броня, они очень быстро учатся. Это уже второсортность наша, когда мы любые действия врага вдруг что-то обозначаем слабостью. Как слабостью, если он в результате сильнее становится. Если он победит. А Китай, как развивается сегодняшний? За счет чего? Точно так же оберять же технологии. А тут как бы все, надо от всего этого отказаться, то есть, что агробизнес получается одно. Земля, это уже не народная. Так, дело в том, что этот агробизнес капитальнейшим образом уходит в противоречие с вектором нашего же движения. Потому что он не только тип. Сейчас, да. Якобы, ну то есть, можно было бы хотя бы это принять, допустим, но и получается, что не возбуждены. Такая принцип, вот о котором сейчас называется, если у тебя в голове работает принцип исключения? Да. А это значит что? То есть, достаточно того, что ты исключил одну важную фигуру, всего лишь. Это принцип мышления становится. Он дальше автоматически должен работать, потому что, как только ты исключил, у тебя же получается искаженная ситуация. Тебе надо постоянно что-то исключать, чтобы как-то баланс поддержать. И оно превращается в такой вот вирус. Когда исключаешь все, а в итоге ничего не остается. Потому что ты ничего не представляешь без всех тех, с кем мы связаны. То есть, сам по себе человек не существует. Мы часть же социальных связей. И потом начинается расстринькование национальной спадщины, как я говорю. Национальную культурную спадщину мы начинаем расстриньковать, раскидывать. О, это не наши, о, это не наши, о, их выкинуть. Это у нас абсолютно правильно. Створим институт национального безпамятства. Да, да. И потом, мне очень понравилось, у нас остаются только постементы. Позносили все, да, они ничего поставить не можем. Порожнечим. Мы не можем поставить, не можем показать драматургию. Да, духовно порожнечим получается. Просто символы. Памятники, духовные порожнечения. Потребует антагониста кило будь-який, правда? Угу. Антагонист, в зале, вы знаете. Без него не будет ничего. Я хочу себе выяснить, Лариса Якубова є автором цього выслову. Россия мертворожденное небытие. И над этим треба замыслитись. Ну, у нас получается, знаете, памятники основы, это такое духовная пустота. То есть, и причем это по факту действие, действие, которые вроде бы связаны должны были бы с обновлением культурного пространства, фактически создают духовную пустоту. Просто пустые постаменты. Это варварство какое-то получается. там ладно, убрали, но поставили. знак получается того, что мы вообще уже договорились до того, что нам вообще некого включать. У нас вообще просто нету кого включать. Это просто неинтересно никому. Тезис, знаете, какой звучал, когда снесли счерса, сказали, а вообще кто сказал, что должны быть какие-то памятники? А может нам вообще не нужны никакие памятники? Мы вообще не будем никого. Вот достаточно этих постаментов, а каждый будет себе представлять там, кого. Хорошая идея. Везде поставить кубы. Все. А ты подходишь и сам рисуешь. Так Сергей Радачук же предлагал, типа, сделаем какой-то единый универсальный памятник с разными кнопками, чтобы можно было подходить, нажимать, какой тебе нравится. Как бы и голова просто менялась. Это была шутка, по-моему, Гелера, что при распаде Советского Союза у советских скульпторов, ну, тех, кто подрядом всяким занимались, остались и лечить. То есть, вот такие заготовки, и из них потом Шевченко делали. Потому что они как зато... А сейчас Бандеру делали. Ну да. Это одни и те же лечи, просто они дальше доводились до ума стандартно. Да. А если говорить про мифодизайн этих памятников, то за один рік своего иснувания Российский Союз там с 17 по 18 рік, за один рік на 18 рік тільки по Москве вони встановили 118 памятников нових своих. Марксу, Енгельсу, там, рабочим кому-то, все, все, все. Они чутки закаливали, чутко розумели, яке значення має символічна культура для населення. Ну, кіно, памятники, вони знисли, а ми поставили. А ми тільки зносимо через 30 рік. Я певно, вибачте, коли я певно, в Росиловграді, в тодішньому, було вище училище штурманів імені пролетаріата допомогли запустити процес, вони на нього подивилися сказалися, ви же русський монархіст, сиськи, вагет звідси. В Шулянах його прийняли. Питання в тому, чи можемо включати таких людей, чи можемо їх виренитализувати, можемо показувати. Ні, ми повинні всі включати, я маю на увазі, що коли є отака націоналістична традиція зараз, яка шизофренична сама по собі, коли ти кажеш, що є тільки ті, хто за Україну, а чому ти Сікорського тоді називаєш Жуляни ім'ям Сікорського, а Булгакова називаєш, він не підходить до української культури, ідеологіка? Логіки немає ніякої, вибачте, колеги, я просто не можу не потішити вас, себе, і глядачі. В цьому сенсі існує розповсюджений міф, очевидно, він московського походження, що українців створили Австрійський генеральний штаб. Насправді, українці створили етнічні поляки, В'ячеслав Липинський і митрополит Андрей Шептицький. Ну, Антанович, чи тоді? А ну, да, це проєкт. Насправді, це до чого, що ми відкидаючи, беручи щось від них, відкидаємо щось інше, що є органічною частиною і етнічний росіянин Донцов, який збудував модель українського націоналізму, українського фашизму, ми земляк з Маритополя. Це можна було б сказати таким образом, що, бляд, нічого українського немає, з іншої сторони, це взяти, це зробили казахи. Це все, ми єдинство всіх цих і націй разных, і підходів, і людей, навіть самі українці, славяні, а що славяні? Як славяні? Казахи, це точно не славянська культура. Це якраз культура степи. Це черні клобуки. Ось тут, в юг Київської області, города черних клобуков були. Це степь починається. Казахи якраз, це культура. Це і тюркський елемент, і славянський, і ще і варяги. І ще і ісманский. І ще і ісманский. В цьому смысл, якщо брати цю ідею, разнообразие, признання всіх, це можна ідея. А так вона везде. Тільки ця ідея і работает. Ізраїльтяни, коли почали собирати, я теж с ними по цьому поводу багато общався, коли почали собирати ізраїльтян, які до цього 2000 років були розбросані по всьому миру, там приїжджали і чернокожі ізраїльтяни, і фіопці, іудеї, ставилися ізраїльтянами. Так вони потім всіх їх соединяли, яйшки називати їх. Як вони соединяли? Що вони розказали цим людям? Що вони соединіють? Так. Во-первых, вони не... Ой! Мені, це у них до спору не получится. Тонка керіга! Тонка керіга! Я буду... Тонка керіга! Я буду аккуратно. Значит, первое, що вони не боялись делать очень смелые эксперименты. Например, возрождение мертвого языка. Да, кстати. Вот прям вот... Мы тут боимся слово какое-то не так сказать, потому что нас захейтят. Почему памятники не ставятся? Я не хотел перебивать. Почему их не ставятся? Потому что ты сразу рискуєш подвернуться многостороннему хейту. Ну да. Кого б ты не выдвинул, да, вот ты убрал, кого б ты не выдвинул, тут же нападут на тебя все, кто против этого. То есть, мгновенно тебя захейтят. А там они очень смелые вещи делали. Казахстан то же самое. Очень смелые. Они изобрели вообще этноним, которого не существовало. Казахстанец. Для неэтнического происхождения людей, граждан Казахстана, который включал их в эту культуру. Они очень большую, мощнейшую 30 лет проводили работу социальную и так далее по включению. Опять это просто большой кусок работы, который нам предстоит сделать или мы его не сделаем, а тогда будем до конца жизни спорить, до конца жизни Украины спорить, где же самая правильная Украина и сколько их вообще должно быть. Как мы сразу похожи на соседнее государство, где Меденский многоучебник истории создал и там вторая половина 20 века выдающиеся советские грахмейстеры, где есть все, кроме Каспарова, потому что он оппозиционер против Путина и его просто не существует. Ну нет такого конкурса. Меденский, это где-то в 90-х годах, я книжку его видел, у меня была, как я в Питере покупал, где он просто взял, перечислил персонажей из истории, говорит, вот на всех этих персонажах можно создать вот такие мифы. Там красивые истории были. Он просто взял их перечислил. Ведущий мифодизайнер России, Мединский, у него целый коллектив работает, там тысячи книг, мы смотрим только по истории, у него есть мифы о России, там, по-моему, 6 или 7 книг, они взяли все ключевые негативные мифы и перевернули. Например, что Иван Грозный, мы говорим, что он кровавый, а одновременно с ним там Генрих какой-то, я не помню, он написал эти персонажи, как бы я писал, интересные, там, приключенческие разные, какие-то князья, еще Киевской Руси, это вот они, сюжеты для фильмов и для литературных произведений. Он их сразу показал, вот в таком ключе их можно показывать. Это 90-е годы было. Да, они же и фильмов кучу пропагандистских выпустили, вот там все эти Т-34, и я помню какое-то выступление Мединского, где он доказывал, что автомат Калашников больше не оружие, это культурный феномен России и СССР, что значит, видите, вот в африканских странах даже на Гермахе. Гугл Шмайсер. Да, да, да. Гугл Шмайсер. Гугл Шмайсер, да, ведомов Семьцер. Вот, и также, кстати, мы про это не говорили, да, Сталин же переманил Довженко, значит, переманил в Москву, переманил, потому что тогдашние патриоты Довженко хотели расстрелять. Значит, ему посоветовали написать письмо Сталину, чтобы на этой профи сток. Патриоты имеется в виду Коммунистическая партия Украины. Начнем. Да. Так-то говорить. То есть, он не был объектом террористических атак, упал. Конечно. Значит, и вот он переехал, и Сталин, как главный продюсер СССР, а он действительно выполнял эти функции, он вычитывал сценарий. Да, вот фильм Чапаев, то, что мы видим, это версия Сталина, Александр Невский из Эйнштейна, это версия Сталина, и он переманил Довженко, чтобы устроить соревнования между режиссерами братьями Васильевыми, которые сделали Чапаева, он был тогда рекордсмен, суперхит-блокбастер советский, створит фильм про Щорса. Вот такая у нас Украина. Вот фильм Щорс, это абсолютнейший заказ Сталина, Довженко, чтобы сделать кино еще более мощное, чем Чапаев. Одна реплика, если дозволу, это про Чапаева. Мифа дизайн, был такого уровня, что детям, что моя поколенница составила, была легенда, что есть другая копия этого фильма, с другим финалом, где он живет. А вон и есть. А я не знаю. Я могу вам прислать. Короткометражный, он вышел в 41-м году. В 41-м году они приклеили другую версию, где он переплывает, взяли этого актера, и его там... Бабочки. Да, бабочки. И он призывал сражаться с немцами. Он выходит, говорит, ну что, немцы напали Василия Ивановича. Меня отменяли. Типа, да, сейчас там танки стоят, он, значит, одевает бурку. Переплывал Урал, переплыл по итогу Днепр. Вис Лодер. Нет, он реально из Днепра унесел. Да, да, да. Из Днепра. Это красивая история. Причем переплывал он в каком-то там, наверное, 20-м году во время, а переплыл в 41-м. Да. Да, да. И у народа вот этот мифодизайн сошелся, потому что что? Есть национальный миф о герой, миф о герой, я считаю, можно нанизывать национальную гордость и мужество в борьбе с новыми захватчиками. я, 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 у нас тоже есть такая проба. Вдала? А? Судить, сами армия безсмертных, 100 тысяч бойцов, безсмертных таких, 100 тысяч бойцов. когда ты ставишь питание, а где они брали 200 тысяч литров води каждого дня, начинается пенаизвержение и извинувачение тебе в том, что, что, что вы антиукраинец, антидержавник и так далее. Всю историю украинского народа, который воював в армиях польский, немецкий, американский, канадский, новозеландский, навіть в бразильский были и такие. Так, там 25 тысяч вся армия была, там, якийсь был 5% вродя, всю звели до того, что весь украинский героизм это только УПА. Но, когда ты ставишь вопрос, какая из 6 УПА известных на сегодняшний день, ты снова потрапляешь в табор или вязницу у Малишонных. Почему? Потому что у нас нет людей у такого плану, которые бы сняли правильно, пожалуйста, запоминайте 4 момента. Первое, историчная достоверность. Можно запитать Дену Борисовичу, что он мандал, чутки историчные моменты. А почему счастливый тут находится? Потому что как раз встретились все люди, которые должны встретиться. Психолог, политический, дизайнер, режиссер и видатный историк. И Фельдман. И Фельдман, который всех забрал, главный. И просто Фельдман. Я так посидел. Я записываю. логичный, миф и дизайн. Наверное, Зеленин, если книжки написал, вот это он учился в специальных университетах, там какие-то тайные общества всему этому учат. Нужны огромные бюджеты. Человек, не закончивший духовную семинарию, не образованный вроде бы, умудрился в эти дремучие советские времена все это себе в голове сопоставить и построить такую мощную машину. Это вы про кого? Я сейчас про Сталина говорю. Вам ответить? Да, ответить. Я специально был в архивах. И то, что Сталин это была верхушка. Я задам простой вопрос. Вы вообще догадываетесь, откуда такой мощнейший мифодизайн у Красной Армии? Мгновенный. Откуда? Тут только что развалившаяся царская армия. И тут у нас возникают, ну посмотрите, сериал Троцкий хотя бы. Лейбор Довитович притащил. Не то, что притащил. Значит, нас на сторону... Я могу на это только ссылаться. К сожалению, архивы такие полузакрытые, которые мне удалось посмотреть в Москве, они свидетельствуют, правда, следующее. В момент, когда разваливалась Российская империя, те люди, которые отвечали за ее, грубо скажем, это не называлось мифодизайном, за информационное обеспечение, вот этого всего, то, что начиналось еще при Петре, когда они формировали общую идеологию, зачищали историю, они быстро поняли, очень быстро поняли, так само швидко, как вы расповедали про Фокина, и швидко вы разумеете, что треба делать и майно. Это нам кажется стенограмма заседания. Они очень быстро поняли, что под знаменами коммунистов, давайте так, под знаменами Российской империи они могут дойти только до Польши, а под знаменами коммунистов могут захватить весь мир. И они сделали и гимн, который предполагает захват всего мира, и герб, на котором земной шар, и они сделали им настолько мощный, ну такой идеологический аппарат, то есть под них переметнулась практически вся эта структура, которая обеспечила им очень быстрый, быстрый вариант восстановления империи в ее текущих границах почти. В зрозумелых, они не знали слово мифодизайн, только хочу поддерживать, подстелить еще до такого, если можно так сказать. Визуально, зрозумели для каждого, символы пентакль и серп и молок. А это, в чистом виде, то, что Лейба Давидович притягнул с какой-то, мы не знаем до сегодня, но 100% с какой-то нью-йоркской ложи и как это работает? Мы должны упаковать сложные идеи в простые семантические коды, понятные любому без высшего образования. Что такое мифодизайн? Это перевод сложных концепций государственного строения в простые эмоционально-чувственные символические образы. Заразумели. Это мифодизайн. То есть кино точно не должно быть высокоинтеллектуальным, верно? А мы вместо этого сняли молитву про Мазепу. Ну понятно. Время там все снимали то, что вот я вам рассказывал. Мне нравится, все восхищаются долларом, на котором масонский символ и так далее. Так советский герб, там земной шар. А потом уже пошли анекдоты, уже такие двусмысленные. Глобус Украины. Так это на советском гербе был земной шар. То есть претензия... Ну да. Луначарский. Один из тех людей, которые очень здорово этим занимался. Например, когда они делали герб Армении, они целенаправленно внесли туда Арарат, который на тот момент не был в составе. А он был в составе Турции. Когда Турция подняла страшный шум по этому поводу, как раз на фоне вот того, что армяне называют геноцидом, может быть это так и есть, я не знаю про это ничего. Луначарский очень быстро, очень четко ответил. Те люди, которые его консультировали, они говорят, ну знаете, вообще-то на гербе Турции полумесяц, а Луна тоже никому не принадлежит. Очень быстро, четко и символично. В той же системе координат... Не случайно, да, в конце СССР Мираб Амбардашвили на вопрос, что такое коммунизм, сказал, это попытка вставить очень большой мир в очень маленькие головы. А по поводу еще примеров, вот по поводу, если бы это наш тянь, это не по дизайн, да, то есть у нас, ну, просто я это наблюдал, у нас есть интересный перестанаж украинской литературы, это Картаревский и его Инаида. Ну, красочная, да, то есть, что бы ни взять ее, действительно, не Шевченко, а Картаревского, и не Якумута Пахава, это этот радостный казацкий смех, там и так далее, там, европейский блог, красиво же. Что такое негативные сразу реакции, что такое позитивные? Сразу же одна часть людей пишет, и это, как бы, они ссылаются на правдивые вещи. Картаревский не более чем скопировал поэму Осипова. И, действительно, есть поэма Осипова, которая вышла на русском языке за несколько лет до Картаревского, и там многие стихи, там практически Картаревский повторил их. Типа лузер, повторяющий. Я думаю, это вот как бы та традиция, которую ты сказал, если бы поставили памятник Картаревского, обосрали бы. Сказали, что повторил россиян москалей. Ну, просто люди же безграмотные, понимая такой термин слова ремейк, например, или вся история литературы. Картаревский написал по, значит, часть взял у Осипова, но сделал совершенно уникальный продукт. Осипов взял, там, я не помню, автор какой-то был польский, тоже об Энеиде. Польский у немецкого автора пересмеивались, тот у Вергилия, но Вергилия все почему-то считают, как будто Вергилий. Так он же взял поэму Гомера и тоже ее переделал. Это культурная традиция называется. Ну, как Пушкину Байрона, а Гоголю у Гоголя. И у нас почему-то, смотришь, заходишь в Фейсбук, это украли. Украли. Что значит украли? Так литература развивается. То есть каждый ремейк, есть такое понятие, даже современное. Литература развивается, то есть по мотивам предыдущего текста пишется новый текст, он со своими особенностями, и это нормально. А вот я сейчас говорю к чему, что можно взять один и тот же образец и обосрать его, то есть мифодизайн сделать, это Котляревский, это Малорос, мерзавец и негодяй, у русских там копируют. А можно показать, что он продолжает традицию от Гомера еще. Да, гений. И там же боги греческие участвуют. Кто-то этим должен заниматься. Я в книжке по мифодизайну я привожу пример политической биографии Гитлера, где берут только факты. И, ну как, герой войны? Да. Патриот. Художник? Художник, который ослеп во время атак, он получил самую лучшую, высокую награду Германии. Я не то, что его пытаюсь отберить, я просто показываю, как это работает. Восемь. Да. Восемь. Восемь найкращих нагород, бойбових нагород. Найкращих, але восьм бойових. Він якусь нагороду отримав на рівні, я не памятаю, там якийсь хрест був, який на рівні, как наш герой Советского Союза. Найвищий, який могли отримувати солдати. И он, ну подивиться, может я помиляюсь, и он еще попал в цю химическую атаку, и для художника он еще ослеп. И он поклявся, что Бог повернет ему зир, то он будет до конца життя патриотом Германии, и он ее выведет. Это все правда? Да. Да? И он, в лекарне ему повернулся цей зир, и он там почав створювать, прямо там в лекарне, на эту нацистскую партию. И, можно вот так повернуть цей миф, я не те, что не для этого Божия его отбирюю, просто у нас, мы допустили очернение ключевых фигур истории Украины, мы продолжим ростеринку на национальную культуру, и никто не занимается. Да, Баварский орден, за військовые заслуги, да, он же в Баварскому был в полку, перепрошу. Да, так что я не знаю. Это мое что створить. Я на что вишать. И вот это нужно створить, для этого нужна культурная стратегия, она у нас побудована на канцелингу. Главные действия, которые выполняются, это выкрасить, заканцелить. Натомисть в сусидней державе перед великим вторгнением вышел фильм «28 памфильдовцев», где фигурует это украинский бояць, очень хоробый, с тонким почетом гуморика, играет, до речи, украинский актор там. Тобто, они даже там на уровне мифа створяют, что у нас тут есть какие-то нацики злые, мы же с ними боремся, а украинцы брать, мы их он как изображаем. Да, это же мифология, то есть они, они же, получается, что сделали, они не сказали, что все украинцы плохие, они сказали, что украинцы нормальные, там просто какие-то неправильные есть нацисты, которые испортили этих украинцев. Захватили Киев. Да, и типа, ну вот в этом дизайне они как бы могут соединить это. И теперь продолжая по Берту Хиллингеру, давайте я сейчас прямо проанализирую, каким образом работает отторжение, которое потом становится во главу угла. Берт сказал так, что то, что мы отторгаем, начинает консолидироваться, Советский Союз на излете своего существования отторгал частную собственность. Продолжав. Ну вот эти все там что-то, кто-то фарцовщики, он пытался их куда-то там преследовать. Спекулянты. Спекулянты, фарцовщики, борьба с ними, борьба. Но на фоне этого вызревала мощнейшая, совершенно другая элита, которая создавала коррупционные схемы, которые там, альтернативные способы обращения, цеховики и так далее, которые, ну, они существовали как маргинес, как преследование, которые потом стали кем? Которые стали основной культурой после развала Советского Союза и стали вот этими новыми русскими. Вот так это работает. То есть то, что мы маргинализуем, оно дозревает. И в тот момент, когда вот эти люди с чистой совестью, которые со всем этим борются, уже обессиливают полностью, оно их замещает. А у меня к вам вопрос. То же самое произошло. Сейчас секундочку. Я просто... Смотрите, это то же самое происходило, и когда произошла эта революция так называемая советская, то же самое, вызревало что-то как недовольство, оно потом становится во главу угла и формирует. И так происходит во всех обществах. То же самое потом произошло со спецслужбами. Их захейтили в начале 90-х годов, развалили практически полностью. Россия, они тоже развалили армию и так далее. Они вызрели там, привели через 10 лет своего ставленника, да, формально. И на вот этой вот культуре офицерства этого всего они выстроили сейчас вот это государственное постановление. Оно все время вот так идет, как только то, что в это время, оно вызревает и становится во главу угла. Ну, это ты сказал, Слава Борисович. Борисович хотел сказать. Только реплику на поддержку вашей и вашей позиции. Что тотальное перекручивание перевернулось снова уж таки с них на голову. Вы говорите про отсутствие культурной политики, про отсутствие. Вы говорили тут про то, что у нас отсутствие в информационном проставе, в кинематографическом, реальных, позитивных, существующих, исторических, достоверных, да, персон. Позавчора зашел съесть пиццу в пиццу ветерана. Сидит Сухаревский, барсук, 59-я бригада, теперь заступник главнокомандующего Збройных сил Украины. Ну, это легенда в Збройных силах. Легендарнич. 59-я бригада имени Якова Гандзюка. Кто? Не Министерство культуры. Не Институт истории или Институт национального безпамятства. Пише проект сняти фильм о том, кто такой генерал Яков Гандзюк. Да. А Олега Сухаревского это хвилюет. И он через десяти лет спрашивает меня, скажите мне, что про Якова Гандзюка. Я говорю, пять лет назад я снял про него двохвилинный это все, что мы знаем. А на таких, как он, Гандзюк, Марко Безручка, это десятки людей я могу назвать, да, которые реальны, позитивны герои европейского масштаба. Так? Нет. Давайте мы будем Дмитра Кличкевского это герой Украины, это Волинская Резанина 43-го года это такой украинский патриот давайте мы ему памятник всадим на въезде в Ивана Франкевск. Чтобы эти сраные поляки знали, кто тут господар в этой стране. Знаете, где могила Хандзюка? В Печерской лавре на кладбище. Памятник. Я когда бродил, смотрю, я там только узнал, чтобы человек, когда зашел, потом посмотрел всякие, ну, в интернетах. А у нас код Украинства имени Ирины Фарио. И в этом смысле у нас еще один аспект, про который вы чему-то не говорите. Что у нас за часы незалежности произошла фундаментальная подмена понять, когда галицкие, не все галицкие, а маргинальные галицкие наративы растягнули на всю Украину. Не Шептицкого Йосипа Снепова чи Труша, так? А краеву экзекутиву ООН это настоящая Украина. И когда человек за кордону смотрит, вы что, мавпы и люди чему бегают у нас от мобилизации. Так а кто же будет таки поддерживать? Логично. Логично. Та сама схема. Мы регионализовали, намагалися выкрасить Бандеру и все А воно виходить, воно вилезе потім. И воно вилезе. Я памятаю, я когда писал свои критичные статьи на початку 2002, 2003, я памятаю, какие-то глянцевые журналы замовляют, обзор таких-то фильмов. Я памятаю, все сказали, только без негатива, не должно быть негатива, насильство, все это мы заберем. Оце вытеснение такое происходило, 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 и сейчас этот негатив в виде войны вообще. Это же, ну, просто целые теории были, не надо про негатив, негативных людей нужно убивать. Да, нам треба позитив. Да, да, да. В Одессе мне сказали, нам треба позитивы, нам треба откинути. А кто же у нас позитив? Симон Петлюра и Нестор Махно. Я не жартую. И это мне говорят люди с научными ступенями, которые выкладывают студентам соответствующие фаховые дисциплины не из мифодизайна, а из исторического дизайна. Они делают исторический дизайн. Давайте что-нибудь позитивное сделаем. Мы все умрем. Мифодизайн мое быть драматургическим, там мое быть представлено много точек зрения. Мифы давние Греции были такими сильными. Потому что там много этих богов, и каждый из них что-то стифиль. Физично красивый. Ну мы можем американский приклад перевести. Стержневое кино американское унесеное ветро. Даааааа. Вот он. И это эффект национального примирения. Это продукт, который примирил их. Ну мы его знаем потому что они стали світовым кинематографом. Но сделать хоть то, что сделало бы с нами, вопрос национального примирения, национального объединения продуктов. Там же, я понимаю, сенс в том, что это было про певдень фильм в стране, где певдень програв. И это стало национальным кинематографом. То есть та часть, которая должна быть, програла, а тут она вылезла и стала частью национального кинематографа. Маргарет Митчелл сказала, что мы програли войну, но мы выиграли большую американскую культуру. Бо большинство американских письменников, они были как раз с певдня. И их литература, как у Фолкнера, бодуется на постоянной рефлексии про это, как жили люди в певдне после поразки. Нам нужно искать это, принаймні, в дискуссии. Кому это нам? Нам. У меня это ляка. Нам. Нам пять. Нужно искать конструктив. Я ввел какие-то записки. Первое, что я понимаю, центральная история, это все равно некий эпос. Правильно? То есть внутри нужен эпос. Да. Что такое эпос? Давайте разберем в классическом понимании, чтобы мы могли понимать, какая задача перед эпосом стоит. Что должен показать эпос, чтобы быть эпосом? Эпос должен показать нам некий архетипический сценарий, с которым нация сталкивается регулярно. Да. В нашем случае это постоянные вот эти национальные взмагания. Мы все время в них играем. Да. Мы постоянно… Давайте… Да. Чистая теория. Вот что правило. Чистая теория. Он должен показать там все стороны архетипические, которые там возникают. В том числе и те, которые маргинализуются, дать им всем место, провести это через доматургию и привести то, что называли древние греки катарсисом. То есть прийти к тому, что все стороны находят какой-то способ, как вот у Митчелл, да, они находят какой-то способ завершения. Это процесс завершения. Или есть другой пример осяянной Нобелевской премии. Это роман писателя Шолохова «Тихий дом». Всегда есть частное и общее показанное… «Тихий дом» я не написал. Не написал Шолохова. Не написал Шолохова, да, да, да. Сейчас разумеется. Не, ну… Когда в советское время он в школе читал, по-моему, целина поднятая, я думал, как они могли это опубликовать, он же антисоветский. Так а «Тихий дом» не антисоветский? «Тихий дом». Так он же и написан не советским человеком. Не советским человеком. Я не могу понять, как его включили в курс литературы, потому что я читаю, думаю, как после этого можно… Сталин сказал, наверное, что это, как и «Белая гвардия», очень полезная книжка. Полезная книжка. Полезная книжка. Скажем так, те люди, которые персонифицировались Сталином, давайте так, не он лично отсматривал фильмы… Особственно. Особственно, да. Особственно, да. Не все… Это легенда, которую создали о нем, что он там лично руководил… Не-не-не, я перепрошу, на захист товарища Сталина. Не доследжения. Фильм Академич. Да. Эта людина читала в день 500 сторинок формата А4. Еще раз. Молодец. Я про инше. Систему цензоров. Систему, да. Да. Я про это говорю. То есть там была система обучения цензоров, которые отсматривали все литературные произведения. Может быть… Вот, кстати, будет интересно. Вы знаете, что художественных руководителей театров готовили только два вуза в Советском Союзе. В Ленинграде. Они даже не доверили Ленинграду и в Москве. Это те, кто решали, какая политика театра, что такое современник, что такое большое и так далее. Они очень четко создали систему цензоров, которая действительно работала какое-то время. Она в 60-70-е годы благодаря… Вот теперь немножко начала буксовать. Но при… Изначально вот этом 30-летии существования Советского Союза, с 20 по 50-е, она передавала буквально, какие должны быть моменты высветлены, какие не нужно, какие нужно. Все правильно. Но творец системы, особенно Сталин, особенно он наказал выдать, на пальцах показываю, 11 сталинских премий. Кому? Пирево и Ладиня. Без умов. Аналогичную систему, про яку… Так, система существовала на всех уровнях. Так. Від министра до останнего журналіста, сценариста, актора. Вибудовав доктор философии Йозеф Литературознавства, у него прекрасная диссертация, Йозеф Гебес. Так, точно такая система существует сегодня в США, где каждый продюсер в Голливуде знает, что можно снимать и что не можно снимать. Так. Да? И такая сама система была в Родянском Союзе. Я можу даже сказать, и меньшего. Была? Малокартиня, извините. Навіть малокартиня, которая была в 50-е годы, с 48-го до 53-го, было произведено тем, что уже захеревший Сталин в силу состояния здоровья не мог обрабатывать такое количество материала, поэтому в год выходило примерно 12 фильмов СССР. Двенадцать. Угу. 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 Вопрос о том, что кинематограф и заказчик уже. Да. Ну, мы же можем сами, да, заказчиком выступать. Угу. Имеем право. Угу. Нет, 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 но вы идете на Евгении. Нет, смотрите, мы... Так что нам революцию... У нас как бы есть... Да, это, во-первых, давным-давно, как бы, вреденный этап. Ну, я сразу замечание сразу, чтобы вы просто понимали, что, допустим, мы собрали денег, мы наняли сценаристов, режиссера, как бы, можно даже не украинцы взять, а как в случае с казахами, нанять кого-то там, Стивена Спилберг, условно говорю сейчас, да, но мы находимся в государстве Украины, где действует законодательство. Нет, 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 мы не будем сейчас про законодательство, вот честно, я не хочу про законодательство говорить, серьезно. Ты обязан только на украинском языке. Нет, я все понял, все. Сейчас он, я был в Серовтянце. Ну, мы это обсуждали же, как бы. Да. Зачем нам это, ограничивать себя этими бессмысленными рамками? Нет, ну, сегодня мы не должны быть на Украинском, просто внутри могут быть еще разные языки. Как угодно может быть. Я просто что, это понятное ограничение, мы не должны себя ограничивать, как бы, это все. Но нас тогда на большие экраны не пустят, тогда дистрибьюция этого фильма. Это второй, это все третий, пятый вопрос. Окажется просто в интернете. Мы сейчас, мы сейчас же, как бы, не говорим за объектами. Хорошие критерии фильма такого, это тот фильм, который в интернете будут смотреть, искать, скачивать. Вот то, что россияне сделали, там, слово пацана, что-то у нас, вот. А вы знаете, как сейчас слово пацана юзает пропаганда? Они создали его, да. Они начали вырезать фрагменты из фильма и сделали из них предвыборные ролики Путина. Ну, хорошо. Так оно для этого... Голосуй, голосуй или будешь чушпаном. Так оно для этого и создавалось. Слушайте, я просто, вот, как бы, вот, все вот это, вот, давайте вынесем за скотки. Эпос, я уже сказал. Это ключевая задача, которую нация решает постоянно в своей истории. Да. Которая должна включить всех участников данного процесса. Я это понял, у меня вопросы дальше. Там еще один важный момент в эпосе. Это процесс становления, прохождения через испытания и такого героического подвига и становления. О, то есть, провести через драматургию, это процесс, давай уточним. То есть, в итоге, это не смерть в могиле. Это... Становление, дальше что еще? Становление, прохождение через испытания, а в итоге, это не смерть в могиле просто, а некий творящий живой дух, который там как-то развивается. Эпос и Диггамеш, это, ну, самый древний. Ну, Кросслеянский. Так, ну, можно посмотреть моно-миф Джозефа Кэмпбелла, там четко указано путешествие героя. Это все мифы построены именно только по одному единственному сценарию. Есть хорошая книга, если смотреть путешествие героя, там, как же называется, для писателей. Да, это есть и такое. Немец, по-моему, написал, там это все разложено для писателей, как писать книги. И есть для кинематографистов все это есть. И для эпоса очень важная составляющая. В центре должна быть какая-то семья, несколько поколений этой семьи, потому что семья это всегда модель общества. Поэтому и в Тихом Доне, поэтому и... Мария Матерс написал такие эпосы, буквы Земля. Ну, вот это ласт, сам чувак, у него, что же там, Волынь, там, трех книг, там, это семья. Великий. Там же семья идет. Великий письменник. Великий письменник, да. Слухайте, у меня такие пытания, практичные. Я сижу, у меня мысль следующая, очень такая гипотетическая. Может ли быть архетипической ситуацией, которую нужно бы обыгрывать? Это некая простая история, связанная с тем, что у нас есть люди, которые считают, например, что война пришла на территории востока Украины, юго-востока в первую очередь, и ведется там, потому что там люди говорят на русском языке. Вот у нас многие люди, условно, в украино-центричной истории, в патриотическом лубке, они, ну, многие так считают, я встречал диалоги, внутри которых прямо это развивается, когда, условно, украинская волонтер по происхождению как раз из того же там, юго-востока, которая с 14-го года там возит помощь и так далее, она сталкивается в разговоре на западе Украины, в какой-то хате. Я, по-моему, Олегу присылал этот диалог тогда, то есть где считается правильным, в том числе, высказывать мнение, что вот так им и треба. Вот они все життя говорили не на украинскую мову, не на украинскую мову. Это не может быть главным сюжетом, это часть. Я про архетипическое. Это только маленькая часть. Что больше является, чем это? Так, там, смотри, у нас же, кстати, сериал по поводу семьи, это же «Спейматы Кайдаша», отличный сериал. Правда, он драматичный, как бы, то есть там, заканчивается 14-м годом, он как-то непонятно куда идет, но снята эта история семьи. Этот драмеди жанр называется «Смешение комедий». Да, он как бы, ну, смотришь в захвате, но при этом с ужасом, потому что по нему, когда смотришь на их жизнь, думаешь, как это шевоси мне в чистом виде. Очень важно, чтобы мы вынесли это в какой-то период, который у нас еще, ну, лучше, если это совсем давний, который у нас еще не захейтен. То есть, если это будет какой-то период, я не знаю, там… Как только мы о нем подумаем, он же захейтит. Смотрите, смотрите, как это работает. Вот казахи вынесли это в тот период, который у них, с одной стороны, всем как-то известен, там, на них джунгары напали, и был вопрос выживания нации как таковой, то есть, крутой исторический момент. Ну, так, чтобы кто-то по этому поводу что-то сильно писал, нету, не было, да, они создали прямо вот там этот эпос, взяв от начала до конца какие-то моменты. Я сейчас вот слушая все эти «Запад-Восток», я сам из «Востока», я помню, как в 90-е годы там было невероятно модно, мы там в студенческих общежитиях эту букву «М» переписывали на букву «Ч» на туалетах, что тут человечий туалет. Люди переоделись в вышиванки. Я ходил на студенческие, там, первый, это 92-й год, первое празднование независимости Украины. Нас били за то, что мы выходили с национальными знаменами, там сильнейшее национальное движение было. Но, когда мы покликали, чтобы там приехали с руху, чтобы нас в 93-м году, чтобы он приехал, чтобы нас просто не были кийками, он не приехал, он пришел и ездил по Заходу Украины, он принимал хлебцы. Я не про него конкретно сейчас, я про то, что там… Так почему не про него? Это же одна из ключевых персон этого мифодизайна. И так само. Пытание в том, что там была спроба украинизации такой снизу. А чему? Это потому, что, ну, вважалось, что правильно Украина – это захит и трешки центр, а все решта… Чего таки? Я про то, что если мы начнем сейчас брать вот этот период, там ли период с 91-го года, там уже слишком много людей, которые могут внести туда что-то такое, что мы поссоримся. Надо соединить. Россияне зачем? Почему сделали эту карту в 2006-м году, разделим на три части? Это же не они… Это же не работает мифодизайн просто от балды придумано. Ну да. Они же использовали некоторое смутно невыраженное настроение в Украине. Не, не просто смутно. Они взяли нашу социологию. Не-не-не-не-не, я выбачаюсь. Я вчера знал у себя в архиве, я забыл целиком всю социологию, которую я, Ющенко, носил еще в нулевом… Я про 91-м, 92-м. А, все одно. Четыре абсолютно точное районувание социологического Украины. Четыре, а не три зоны. А то, что Олег говорит, это свята правда. Они перекрутили, снова откинули реальные фактики. Они знали, что районувание четыре, но для створения мифодизайну они говорят – первая, вторая, третья. То есть мы можем говорить о том, что сволочи придумали, они воспользовались просто этим. И мало того, что внутри поддержали это, потому что… Я помню эти заявления Тимошенко – Донбасс нужно этой проволокой колючей обнести. Это все было? Это наш конкурс. Как это, блин? Это… А фразы, что там не люди, а генетический мусс. Это не россияне говорили? Да-да-да, это один наш ключевой министр, кстати. Фарион? Нет, нет. Ну, богато. Министр культуры. Я вас уверяю, из Донбасса это воспринимается немножко иначе, чем из ГИИ. Нет, ужас. Так, у меня вопрос, почему? Хорошо. Да, еще, подожди, там еще важный момент. Вот я… В эпосе должна присутствовать еще… Кто-то один сейчас будет. В эпосе должна присутствовать, обычно она присутствует фигура, которая иногда может и не показана быть в самом эпосе. Символически она через кого-то из участников сюжета, но это некий дух там, да? То есть вот дух там Юга Америки, там дух Казахстана. Нечто, что ты считываешь и что остается чистым на фоне того, что происходят кровавые вещи всякие. Но атмосферно остается вот этот дух. Это то, что не выражено и то, что зритель, он не может так критиковать. Он этим как бы захватывается. Вот когда смотришь, например, фильм «Семное озновение весны», ты захватываешься специфическим духом. Он явно не связан с Советским Союзом, еще чем-то. Да, и в этом парадоксе. Андропов навчив нас любить СС. Да, да, да. И печататься. Важный момент – этот дух должен присутствовать. Руперт Шерлок называл это полем. Да, полем, в котором все происходит. Ну, а у Хеллингера тоже появились духовные расстановки, там же поле духа. Да, поле духа. Так, у меня просьба и предложение. Смотрите. А подожди, сейчас я вспомню. А в древних эпосах это всегда были вот эти фигуры, это были божества. То есть Гильгамеш – главный герой, но боги. Итак, а давайте пойдем от обратного. Есть же важная часть связанная с катарсисом. Если нам, допустим, сложновато было бы прямо сейчас определиться, что за эпосы, что за архетипы. А в чем катарсис-то должен произойти? Встреча. Всегда это в системной работе – это примирение и встреча непримиримого. Например, когда, я не знаю, там, кто-то убил, но потом достойно похоронил. А давайте вот прямо перечислим, какие катарсисы или микрокатарсисы или большие. Если к этому, ну так, если системно говорить, это в системных расстановках, это когда, например, жертвы и убийцы, ну тех, кто их символизирует, они обнимают. В нашей истории – это кто? В нашей истории – Богдан Хмельницкий и Еремей Вишневецкий. Да, они могут как-то встретиться. Два этнических украинца, каждый из которых имел разную модель будущего для Украины. Но обычно это же вот этот катарсис в конце – это главный герой, он как бы с одной стороны обозревает все, что произошло. И как бы, вот, например, в фильме «Бубари», там же главный герой, он этот, как в Америке полицейский эти называются? Шериф. Шериф там, по-моему, да. И бандиты эти. А когда сюжет заканчивается, там они погибают, кто-то, и после титра идут, в середине титров, как бы такая картинка, где они все вместе сидят. Они все вместе, и ты понимаешь, что вот благодаря им весь сюжет и состоялся, всем героям. Да, у них более мощный фильм на эту тему был, назывался «Пэт Гаррет и Билли Китт», про двух бывших бандитов, один из которых остается бандитом-громителем, другой становится шерифом, и тот идет по следу за ним. Также песня «Дилан», так «Дилан» и «Дилан». Впервые, да, и «Дилан» снялся, и песня «Стук в небесную дверь» или «Достучаться до небес», она появляется в этом фильме 1973 года. «Пэт Гаррет и Билли Китт». Да, причем фильм-вестерн, который, когда смотришь… Блубари. Не, Блубари, то другое. Это уже французский Блубари. А это фильм, в котором вот эта атмосфера бандитов показана, причем там нету всей этой красоты типа в «Джентльменах», там очень откровенно показано, насколько это непростая жизнь. У нас это могут быть любые фигуры, вот эти национальные взмагания, там их 10 армий. Нет, нет, смотрите, я имею в виду, вот Тарантино, когда снял «Бесславных ублюдков», считается, что когда этот фильм показывали в Израиле, то конкретные израильтяне, евреи, все вместе, как бы кто они там верит, это там чуть ли для них был катасис, потому что там, это же там нереальная концовка абсолютно, да, они там расстреливают Гитлера и всю нацистскую верхушку в этом кинотеатре. Символическое. Символическое несуществующее, неправдивое, нереалистичное действие, как бы, да, но которое привело к какому-то катарсису. Может, это не тот катарсис, может, как бы… Почему? Смотри, так Катарантино-то же несколько раз делал, этот фильм про Голливуд. Конечно, конечно. Он же взял там, что сделал, перевернул исторический сюжет, и они… Выжила Шерон Тейт и бандитов там же… Да, как Чапаев в советском мифе. Да, а потом возьмем… Чапаев-то не настоящий, получается, так-то. Криминальное чтиво. Все, кто смотрел фильм, думают, что он крайне кровавый. А там катарсис включен. Там же главный герой, который говорит, я больше не буду убивать, я… Бог меня спас. И там даже показан сюжет в кафе, там, где он проходит через испытания старым. Он говорит, я с трудом сдерживаю, чтобы тебя не убить, потому что я дал обещание, я больше не буду этим заниматься. Ну и плюс, да, есть другая вещь. Он так же ловко играет с монтажом. Помните, он Траволта убивает, но в финале Траволта есть. И все это делается за счет нелинейного монтажа, когда временные пространства перемешаны между собой. Но первый конфликт, который был у Тарантина с Харви Вайнштайном, который продюсировал, он говорит, ты обалдел? Ты одного из ключевых героев убиваешь на 20-й минуте. Фильма не будет, куда? А он говорит, я сделаю, вот увидишь. И революционность в этом была. Кино обладает настолько мощным инструментом, что он готов человека убедить в каких-то совершенно вроде бы нелогичных вещах. Я тоже похожий вариант. Страшнейший, на мой взгляд, фильм «Необратимость». Там, где Моника Белучи был снят из трагического конца в счастливое начало, в обратную сторону. Да. Заканчивается счастьем, хотя начинается, ну, в обратную сторону просто идет. Потому что начало – это трагический конец. Давайте так, Советский Союз, про который мы говорили, они создали целую плеяду, подобных фильмов, где примирение, например, каких-то братьев, ну, Тихий Дон тот же, да. Тихий Дон, да, кстати. Где примирение происходит в таком экзистенциальном смысле. Может, они там, может, они в конце увидят, как они снова детьми играют. Я, честно говоря, у меня… Я не другого убил, но плачу перед ним, да. Вот что? Ну, вот это все должно… Мы должны это показать, пройти и отпустить. Это могут быть реальные истории, но истории, которые приводят к примирению семей, к примирению народа, к примирению, там, Востока и Запада и так далее. В нашем случае, если выявляю фильм, в котором в финале встречается Евген Коновалец и его убивца Павлосу Доплата. И вместе они приканчивают Ленина. Знаете, ну, что-нибудь в этом… В третьем сезоне «Слуги народа» они же это делали. Да, да. То есть Запад и Восток, там, значит, шахтеры на Востоке, они, по-моему, там, что-то, какая-то катастрофа, и Запада приезжают, Западной Украины приезжают и спасают. То есть вот эта идея там же была заложена, правда, на таком, как-то быстро это было снято. Ну, как бы, никто не спорит по поводу того, что «Слуга народа» это в чистом виде мифодизайн для приведения в власти Зеленского. В том числе. Ну, по-кому, честно. Это понятно. Вот. Но реальных историй очень много. Ну, я, например, как человек с Востока Украины, я видел, как… Что вы хотите подкреслить? Я ничего не хочу подкреслить. Я хочу сказать, что я видел реальные ситуации, когда бок о бок бились и местные, и те, кто приехали из Запада, и там не было никаких противоречий. Но чему-то мы не показали. Как они одно одного захищали грудьми. Как они гинули там, порядка. Как они вытягивали одного одного. Показывали. Вопрос у меня. Вот если я сейчас правильно понимаю, то, условно говоря, вот архетипически, мы же очень часто вообще возвращаемся вот в эти события 19-го, 20-го, 20-го, 17-го годов. Вызвали Незмогальное, что там происходило, что эти за фигуры. Мне кажется, если бы все эти фигуры внутри показать условно объединенных, ну как по типу бесславных ублюдков, но они все вместо того, чтобы ехать с Моской договариваться, условно говоря, там, я наговариваю, да, уничтожили там конкретных Сталинов, Лениных, Троцких, всех. Вот всю вот эту плеяду. Нет, 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 вопрос. Как бы и это бы привело к иной истории вообще этого пространства, то, возможно, это бы привело к... Другая история Степана Бандеры была бы. Была бы другой историей, как бы там, ну, всех вокруг. Смотри, тут же вопрос следующий. Тарантино все это снимал, когда уже был американский кинематограф, сработал. То есть сначала надо признать драму происходящую, а потом ты можешь фантазировать сколько угодно, вот тогда оно пойдет. Но сначала надо, чтобы появилась сила... То есть сначала драма должна быть. Да, сначала драма, драма. Сначала признание истории, как только она есть, драматичной. И это дает внутреннюю силу, спокойствие, уверенность. И только после этого ты можешь фантазировать теперь, когда тебя не собьет уже ничего. А сейчас фантазировать, это то, что сейчас и происходит. Вот этот всякий трэш, который там распространяется массово. Только довести до абсурда, получается. Ну, так это сумасшествие и смерть. Наверное, в одну году. Конечно. То есть, еще раз, такого делать, как я поняла, прям нельзя. Это стадия, когда Украина является сильной, стабильной. И вот на фазе расцвета ты можешь уже фантазировать новой реальностью. То есть, условно, ты можешь про Холокост шутить после того, как уже вышел список Шинглера. Я понял. И они, кстати, вот что сделали поляки. Они же могут уже шутить. Они выпустили сериал 1670, где они шутят над польским этим, не позволяем этой всей гордыней польской. Они уже, потому что Польша состоялась. Но перед этим что они сделали? Польша состоялась. А перед этим они огнем и мечом, огнем и мечем. Сериал. Сериал сделали. Это их эпос. Огнем и мечем. Там же было, еще я помню, в советское время смотрел первую часть, это был Поток, потом Пан Володеевский, и уже в 90-х соединяли огнем и мечом. Это их работа, которую они сделали четко от начала до конца и соединили нацию. Кстати, вот огнем и мечом, это же... Это только часть. Да, это третья, она даже первая, то есть она снималась не по порядку. Но там не показан хмельницкий и казаки как какое-то зло. Там этого нет. Как сила. Там видно большая сила, то есть это поляки снимали о сюжете, который развалила Речь Посполитую. Там казаки показаны как сила, то есть реальная сила. То есть вот она, не этот идиотизм, который у нас там. Значит там какие-то лохи, идиоты и придурки, а здесь чистая нация. Подтримать хочу. И вас, и вас. У нас есть такие образы. Ну их не один, но есть. Почему написан он, как все не дивно, видатной историей российского походжения. С подвейным призрачем Таїрова Яковлева. Она написала фантастическую книгу про Багуна. Вот эта вещь. Вот это кино можно на этом делать. Все же есть и легенда, и мифодизайн, и реальная историческая фигура, которая действует на реальные документы, на реальные факты, и которая действует в обставинах своего времени, своего места, а не нашего понимания того, как оно могло быть там. Богун. Вау. Вот это было бы кино. Понимаете, да? Это очень важно, чтобы мы брали что-то такое высокохудожное, что оно само по себе не есть лупком. Богом. Воно там мае быть и в основе, и фактаж, и настолько шедевральный сценарий, там, или какие-то походжения, чтобы был материал, из которого можно было сделать. Пример идиотизма, это когда взяли атамана Серко, и есть конкретный автор, который написал текст, а потом сейчас это людям массово распространять, им это нравится, что Серко брал Дюнкерк. Мало того, когда ему зарплату не дали, он ждал кардинала Ришелье в Париже и преподавал в Сарбоне православный атаман. Да. Значит, мало того, французы вот так уважали, что называли Барон де Сиро. Ну, идиотам не хватает возможности зайти в Википедию, почитать, что такое был Барон де Сиро, историческая конкретная фигура. Что такое Серко? То есть это просто два разных человека. Вот тоже кто-то взял вот так вот... Это дезинформация просто, которая... И она пошла, естественно, дальше что? После этого можно смеяться над людьми, которые это... Потому что если это массово сделать... Для меня в этом еще большая даже боль, чем перспектива гибели Украины в отсутствии нормального контента, который мог бы заполнить это все. Потому что мы мельчаем и мы на безрыбье создаем то, где мы, обманывая самих себя, вот в этом шизофреническом каком-то уже состоянии, просто бредим. Это бред. Это национальный, я бы сказал так, это национальный бред. Ну, смотрите, тут же ничего нет нового. Потому что если смотреть по большому счету на архетип украинской государственности, когда она остается, условно, сама зависима от себя. Если мы берем 19-й год, снова так и вернемся в него, 1917-19-е годы. Там же тоже было очень мало времени. Там не было еще электронных средств коммуникации, понятное дело, да. Все там через почтовых голубей, телеграфы и так далее. Я утрирую. Но смысл в том, что не смогли же найти в себе волю к государственности. К трезвой там построили. Ну, просто раскол был. Так это раскол. Смотри, ну то же самое. У нас очень-очень близко к этому. Если бы у нас не было электронных СМИ, медиа, как бы, внутри которых канализируется это сейчас, вся ненависть, да, там, по большому счету, как-то отрефлексируется, ну, рефлексируется и канализируется, то мы не знаем, до какой бы степени этот бред бы выплескивался на улице ежечасно. Он уже выплесывается. Он просто дискусит. То есть, фактически, когда медиа 30 лет не выполнили задачу национального дискурса, нация пытается выскакивать за счет фольклора. А это уже не работает. У нас фольклор мог существовать, когда не было такой скорости изменения событий, как сейчас. Да. Должны работать уже профиль. Если они, как я говорю, наши меди не пришли на информационный фронт, просто не пришли. Они предали Украину, я буду говорить это в эфир. Кто? Меди, которые не створили это все. Они могут оправдываться тем, что нет державного замовлення, не ма того, не ма того, не ма цего. Были. Слушай, значительная часть этих медицей сейчас распространяют мифодизайн. Да. Так названием, Украина это колония. Да, и это тоже есть. Так что, или решается сейчас вопрос, сейчас решается вопрос существования Украины. Именно в порядке смысла, в порядке создания целой плеяды очень мощнейших культурных проектов, на основе которых потом будет строиться государство. Если они не появляются, да, сейчас уже критический момент, люди пытаются создавать уровень анекдотов, уровень вот этих фейков, они пытаются заткнуть эту болящую, страшно дыру, но дальше в какой-то момент они просто не смогут с ним справиться. Никто не хочет быть нацией жертвой, никто не хочет в таком состоянии пребывать в постоянной депрессии и неврозах. И начнется АТО. Просто люди, как в советское время… Он уже идет. Да, вот люди просто перестанут хотеть быть совками. Я не хочу быть, я хочу быть кем угодно, я хочу быть казахом, украинцем, я не хочу быть совком, потому что это просто меня третирует, это просто меня разрушает изнутри психологически. Я не хочу. Так, у меня вопрос такой один из микрофиналов. Я еще не вспомнил из какого себя ты сегодня говоришь. Если позволишь, я просто закончу фразу. Я очень не хочу две вещи. Первое, чтобы неврозы стали чертами национального характера и чтобы через там 20-30 лет украинцам было называться стыдно по всему миру. Не хочу. Очень не хочу. Ну, понятно. И для этого можно сделать все, что угодно, чтобы мы создали эту основу эпическую, там, мифодизайнер, что называйте, как хотите, психологическую, которая соединит нас. Испанский фильм такого масштабный «Капитан Аллатриста». Вот просто «Капитан Аллатриста». Ну, как на испанский, но смотрится так очень красочно, там, почти трехчасовой. Это же об Испании, там, главный герой, это, ну, это человек, который невысокого происхождения. Вот он через драматические сюжеты испанской истории, там, гибель испанских терций, этих, вот, слава Испанию. То есть фильм, который такой, ну, красиво впечатляет, и сразу начинаешь интересоваться историей Испании, там, вот, ну, включают интерес. Кстати, вот, что важный момент всех этих фильмов, таких хорошо снятых, ты начинаешь очень интересоваться этой темой. Знаете, вот эту девочку-шахматистку сняли, моментально пошел спрос на курсы на шахматы. Угу. То есть ход королев. Да, ход королев. То есть, если фильм, правильно снятый фильм, он интригует, ты лезешь туда посмотреть это все. А где они, кто это, что это за богу, что это за человек, как он одевался. Это все создает то, что называется в мифодизайне социальной конвенцией. Люди хотят попасть в этот сценарий, хотят принадлежать такой культуре, они хотят туда войти. Я подумал, что надо изменить определение мифодизайна, это гуманистическое и позитивное оформление человека. Это, ну... Ближе, ближе, все, горячее. Давай так, это формирование национального сознания, в любом случае, государственного сознания и так далее. Когда человек ощущает принадлежность какому-то сообществу, он чувствует себя частью этого всего. То, с чем ты можешь идентифицироваться. Да, да. И вот, например, я же еще капитан Алатриста, там же капитан главный герой. А то, что впечатляет, это вот такая, какая-то там слава Испании. Вот эти воинская слава. Ну, это же имперская страна. Испанские терции, особенно последняя сцена. Бой при Рокруа, там где гибнет испанская пехота, которая до этого была непобедимая. Там еще музыка такая снята, которая, вернее, сочинена. То есть она сама по себе такой военный траурный, там не марш, военный траурный, ну, музыка впечатляющая. И это запоминается очень мощно. Там красиво, то есть сделана красиво. Тема достоинства, чести там и так далее. Тоже, вы знаете, за какой период Ежи Гофман в момент 14-го года, когда началось вторжение России, он создал всю историю Украины в виде мефодизайна. Двухчасовую. За неделю. Да, это видно, что это слеплено буквально на колени. Что ты имеешь в виду? Ежи Гофман. Ну, как только началось вторжение, вот 10 лет назад. Двухчасовой продукт. Где он полностью раскрыл, что такое Украина, почему мы должны быть украинцем, как она объединялась. Он нам кинул прямо проект. В чем это? Документальный фильм он снял? Он создал, скомпоновал материалы, создал материал, который пошел как основа того, кто мы и зачем. Он и его. Нам создают продукт наши соседи, мы сами вообще не в состоянии. Понимаете? Булгаков виноват. Булгаков виноват. Понимаете, да? Угу. Я общался с поляками, они для того, чтобы нас поддержать, создали информационный продукт, который можно пользоваться украинцам. На английском языке сделали... Еще один есть у них продукт, прекрасный фильм под названием «Волынь». Ну, это уже как более серьезно. Они просто тогда за неделю, по-моему, или чуть больше, они сделали это. Казахи, как только на нас напала Россия, они включились и начали... Я участвовал просто немножко в этом. Они создали продукт, который защищал и их, и нас. Они за нас вступились. За нас вступились практически все, кроме нас, в информационном пространстве. Конечно. Где? Так, у меня вопрос, финализирующий нашу дискуссию. Подожди, пожалуйста. Замечание одно. Ну, давай, хорошо. Прочтет все вещи, как бы, в этом многообразии соединений. Есть такая форма архитектурная и идеологическая пантеона. Да? Баварский король строил пантеон. Пантеон. Баварии пантеон. То есть там собраны все персонажи истории. Наполеон об этом делал. Это в Риме стоит пантеон. То есть это пантеон всех исторических персонажей, где... Это скульптурное произведение. Ну, это место, это как храм, где, естественно, стоят скульптуры всех тех людей, которых мы посчитали, что они относятся к нам. Мы сами понимаем решение. Эти люди могли и не знать, что они к нам относятся. Это мы принимаем решение, что это наш пантеон. Туда входят все. А у нас сейчас есть маленький задворок, где несколько фигур, а все остальное бродит на свалку. Окей. Вопрос теперь. Как нам создать тот самый драматический, условно, продукт? Кому нам? Украине. Нам. Здесь сидящим. Что он должен иметь за сюжетность для того, чтобы, условно говоря, этот драматический продукт не был исключительно направлен на то, чтобы залить эту студию слезами и все вокруг? Ни в коем случае. Это достаточно ли, допустим, выпустить просто, может быть, документальный фильм, условно, «История Украины» или «Украина-Руси»? Недостаточно. Что еще нужно? Это ментальный фильм, он даст нам фактологию, но не даст нам шедеральный сюжет. Это впечатление. Образа нет. Самое главное в художественном произведении – образ. Он несет главную смысловую нагрузку через образ. Человек вот видит, как у Довженко, там, яблоки и кони. Довженко, как угодно, сейчас можно сейчас полосовать или восхищаться. Но то, что потом это всплыло в творчестве Тарковского, и это несется, и это подсознательно считывается. Вот Украина, вот ее богатство Днепр, яблоки рассыпаны, кони стоят. Это из фильма в фильм у Тарковского, например. Вот этот образ, хороший, красивый образ, вот делает все. Поэтому игровое кино мощнее. Оно дает возможность пережить непережитое. Это опыт без крови и без боли. Ты выходишь вот с этим вот всем. Гениальные образы, которые… Посмотрите обязательно то, что они сделали для Назарбаева, да, казахи. Я просто опишу сейчас, насколько смогу. Значит, с начала фильма они показывают то место, где степь переходит в горы. Это кочевник? Нет, это не кочевник. Это именно про самого Назарбаева. Это самый первый фильм. Я не помню, как он там называется. Там цикл этих фильмов. И вот степь, переходя… Огромные вершины заснеженные, да, и степь, по которой несутся кони, это для них что? Архетипический сюжет, свобода, вот это все. И парень, обычный парень, сельский, может быть, еще какой-то… На этом коне, в обычной майке вот этой советской, подъезжает к какому-то, расчищает, внимание, расчищает родник от листьев. И мы видим первый раз, когда лицо этого парня, так толком, когда его из-под воды показывают, как он прямо приникает, туда вот голову опускает, пьет эту воду чистую. Красиво. Да, чистую воду. Это уже наш образ, между прочим. И рядом с ним его отец, который благословляет его ехать учиться и так далее. То есть старец. То есть тут архетипично все. Над ними летит орел. Вот все это… Ну, я сейчас описываю это схематично, но это все очень красиво. Восходящее солнце, у них символ же государственности – это орел на фоне восходящего солнца. Все там это есть. То есть они просто запаковали весь этот символический ряд, привязав его к истории данного конкретного человека. У нас была попытка такая с Захаром Беркутом, но не сработало. Вот я про что. А у них сработало. Да мне кажется, у нас не сработает все, что глубоко. Все, что вообще… А это не было особо глубоко. Ну, сейчас глубоко. А то, что я сейчас рассказываю, это же очень глубокие образы. Это же… Нет, нет, смотри, я имею в виду Захар Беркут. Ну, кто это понимает? Ну, никто этого не поймет. То есть, когда ты говоришь что-то типа там уровня Гитлер, это все понимают, да? Ну, как бы нету… То есть, получается, нужно найти историю 20-го века условно. Ведь от 17-го года и Майданом заканчивая. Вот показать историю одной семьи, где представители поколения, там не знаю, одни на Майдан выходили, другие были затятыми коммунистами. А одни там, я не знаю, были в Грушевского… Ну, смотри, это же… Это же, как бы, сам сюжет набор ролей. А вот то, что ты сейчас рассказывал, там же главный герой – это вот нечто вокруг мальчика. То есть, Блубери так же начинается, там всадник скачет, а снимается это взгляд летящего орла. Ну, так они так и сделали. То есть, и потом показывается, орел летит, и ты понимаешь… То есть, ты бессознательно воспринимаешь главный герой – это вот это, как бы, пространство, в котором он действует. Одна реплика. Держапильский, мне кажется, вырешил всю проблему в инсценизации солодкой Даруси. Воно начинается с того, что Даруся стоит на авансцене, крутится навколо своей… нон-стоп, навколо своей… Вот это вот звук, который переходит в ультразвук. И это образ Украины, которая столетиями крутится навколо себе, ничего не чует, не видит и не хочет чути. А далее начинается уже по сценарию, если можно так сказать, да, выстава, начинаются все подии, где встречаются все те люди, про которых вы говорите, даже на межпродвейсе. Ну, давайте, мы тогда говорим про следующее, что есть вот этот пласт, там, герои такие-то, роли, семья… Это фон, это все фоны. Ну как, это главные действующие лица, как в расстановке, да? А есть слой, вот это то, что называем архетипический, он… Это же не видя людей конкретных, это символическая всегда реальность. Тогда вот это фон получается. Да. Вот это все как бы элементы фона… А это фигура, это фон, но закон психологии, да? То есть оно же меняется местами. Да. В итоге, я заканчиваю эфир, у меня фон остается внутри моим фоном. Он становится как бы в этом смысле… Ты принимаешь этот фон. Да. Я становлюсь… Бессознательно. Почему? Потому что эти персонажи, они ведь рациональные, я с ними, ну, как бы близкие там и так далее, они разные там, конфликтуют и так далее. И я могу там к каждому отнестись. А фон – это то, что меня захватывает, я не могу ему сопротивляться. Потому что он фон, я же на них сосредоточен, на всех. И вот этот фон входит, и я как бы выхожу от настроения после фильма. Вышел как-то, вот такое настроение. Да. Вот как сегодня после эфира мы выйдем, сейчас какое-то настроение останется. У меня оно позитивное. Я думаю, что у нас первое заседание клуба успешно состоялось. У нас есть много мыслей серьезных. Я бы только единственное, что к аудитории обратился. Предлагайте свои варианты сценариев. Вот пусть люди пишут. А вдруг среди этих синопсисов, комментариев найдется хорошая идея. Мне кажется, что идеи вообще не находятся вот так вот. Как-то бегут и приходят. Я бы предложил, может быть, то, что ты озвучил, вот такие образы, а вот с чем… не с конкретными людьми, а вот Украина с чем ассоциируется вот в виде таких синопсисов, символических каких-то действий. То, что лошади, кони, Днепр. Вот такие образы. Образы, в которых не один главный герой, там, богунь. Это важно. А вот образы, которые в целом символизируют для вас, там, Украину. От чего, как бы, внутри вы переживаете давно. Понимаете, проблема в чем вот таких опросов сегодня? Потому что люди боятся уже правду сказать самому себе. Ну, комментарии анонимны. Вот. Они, они внешне скажут, там, да, давайте там про вот это, а подумают совершенно про другое. Ну, пусть поговорят. Вдруг среди тысячи комментариев будет одежда. Это вольная нация свободных людей. Как она может бояться? Нет, мне кажется, это надо делать как народовольцы такие художественные. Нужно сесть, пригласить там сценаристов, сесть, разработать и просто написать сценарий. Банально собрать вот краудфандингом деньги на разработку сценария, чтобы люди спокойно сидели, писали. Сделать сценарий и с этим сценарием дальше уже работать, подаваться на финансирование даже не в государстве. собирать, получать деньги, там, не знаю, в Европе и в США и таким образом. То есть, то, что такие силы есть и это можно сделать, сомнений вообще нет. Можно пригласить любого режиссера, если есть хороший сценарий. Условно говоря, ты берешь, вот как книжка «Доктор Живаго», ты берешь и вот следишь за историей страны через… Поганый роман. Ну, окей, но он зато иллюстрирует… Короче, сценаристов надо сюда, да? До следующего заседания клуба. Конечно. Конечно. Только так. Это так делается. Этим должны заниматься профессионалы, которые понимают, как организовать на экране. Суть профессионала заключается в том, что он очень тонко чувствует вот эту народную душу. Он обязан ее чувствовать, иначе он не будет иметь даже не то, что коммерческого успеха, а вообще никакого. Он должен быть в резонансе с этим, как Довженко и так далее. А у нас попытка заменить профессионализм фольклором. Куставчин. Фольклором. Давайте мы всех спросим, и вот что они скажут… Все, не пишите, пожалуйста, нам комментарии. Пишите, но это хорошо. Нет, не надо нам писать. Наоборот. Ваши комментарии нам не нужны. Не нужны. Образы – это интересно, потому что там можно увидеть много чего такого неожиданного среди общего. Это вместе. Мифодизм отличается тем, что он конструктивный и он интерактивный. То есть это все во взаимодействии происходит. Это не как советская пропаганда. Мы вам придумали, внедрили, вот как вы говорите, там, оболванили, и вы дальше уже… Вот советский человек – это вот так, а все остальные не советские люди. ГУЛАГ открыт, пожалуйста, не советских людей вперед. Кошмор. А потом этот ГУЛАГ стал основой для диссидентства опять по Хеллингеру. Они пришли и сделали вот это все. Потом следующие, следующие. Они все будут приходить из Маргинеса и завладевать этим. Да, нужно, чтобы это все объединилось внутри. Я каждый раз вот апеллирую сейчас опять к книжке «Тихий дом», потому что там Григорий уходит в армию, значит, казаком царской армии, возвращается красным, потом он переметнулся к каким-то бандам. И на фоне всего этого вот хата, которая ветшает семейный дом, и этот дом вечный, который там поглощает в себе эти все драмы, когда они друг друга рубят, потому что у одного одна идеология. Это все одна станица. Родственники между собой. Да, вот шаглыбши все. Там вина человечего и женочего начала. Там все. Наталья, живи сама, Мелехов, Григорий. Это же фантастичная абсолютно фраза, абсолютно фантастичная. Стосунки и цее предметом вечной боротьбы человечего и женочего. Это сначала с одного боку, а с другого боку сексуальной энергией, ну и инфернальной энергией, энергией життя. Это там и в том генеальности. И метафора того, что видите, что держит только одно кохание до Аксинии. Что его оставит человеком в этом абсолютно на человечном мире, да? Аксиния. Да, да, да. И в финале… И это, между прочим, что нас держит образ украинской женки. Ну, ну… Хочем, чи не хочем. Да, это то, что держит Украину в буквальном смысле этого слова. Угу. И поза постатью женки неможливо взагалі ничего зрозуміти. Николай. Мы надеемся, что заметки Николая Фельдмана будут изданы после того, как в фильме будут сделаны, как исторические хроники. Я вот тут все записал, между прочим. Все, что у вас… Хроники Фельдмана. Да. Да, вот нас живем. Ну да. Хроники, да, хроники. Именно хроники. Да. Природа шипочет. Друга година, шипочет. Вкради или выпей. Так, тут пишут, что… Ну, мне пишут в конце нашей дискуссии, что лучше б я читал комменты, а еще лучше бы задавал вопросы из чата спикеров. А я же как раз хочу сказать тем, кто пропустил самое начало, что мы дали возможность этой трансляции, чтобы можно было посмотреть, подсмотреть за нами, но никак не влиять на наше происходящее событие. Поэтому читать комментарии чата мы не будем на этом, как это сказать, формате. Вот. Поэтому что, всем спасибо, кто участвовал, всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока, начинается не публичная часть вообще. Все. Наливай. Ух. Продолжение следует... Не успей.